привет ребята стримаши ролик про еду опять как можно сэкономить на еде но это продукты которые я предыдущем показывал ролики предыдущих роликах но опять я вот накупил помидорки они называются как-то сорт я не знаю точно розовые они сладкие хорошие но бывает если какой-то мятый бок у помидорки то она быстро гниет то есть если маленькое повреждение то все уже ей конец помидорки сгнивает за пару дней а может в таком виде лежать нормально долгое время то есть любое вот повреждение маленькая очень внимательно вот такой вот побитое место то она сгниет быстро очень опасно это для помидорок а ну суть в чем что эти помидорки 28 рублей по 30 рублей но это мега дешево отлично я считаю сам даже так не вырастешь за 30 рублей огурцы сейчас почему-то мега подорожали 55 рублей 65 стоит и даже 70 вот такие обычные огурцы то есть это сейчас мега элита какая-то вот такие мандарины 30 рублей стоит 35 рублей ну то есть мега дешево как картошка стоит мангари мандарины опять же в этих ларьках небольших естественно это не каких сетевых магазинах в них 100 рублей мандарины стоят помидоры рублей 50 40 есть там самые дешевые огурцы все плесневелые белые такой плесень и пятерки лежат а это нормальные огурцы на них но я не смывал с них плесени на них и не было никакой плесени нормальные огурцы еще появилась вот такая капуста цветная стоит но один раз я покупал 40 рублей 50 килограмм 60 а вот это я купил 30 рублей 25 рублей было килограмм то есть вообще мега дешевая но с ней с капустой очень опасно надо смотреть если вот есть гниль сбоку то это очень плохо потому что она может вся быть про воню какой-то пропитаться если вот край гнилой ну можно конечно это отрезать попытаться но это может проникнуть и внутрь и быть очень опасно гниль есть даже если экономишь что гниль не стоит есть потому что здоровью навредишь потому что бывает купишь херни какой-то реально дешевый так забыл я рассказать хотел про вот эти помидорки кривит кривянские или кривинские отличаются ли они от обычных они да действительно получше чем парниковые такие более как говорят сочные более плотные она кстати вот эта помидорка валяется у меня уже неделю и с ней ничего не происходит вот видите она нормально лежит вот такие чуть ударенные уже разлетелось штуки 34 в труху там плесень по бокам идет вот помидорка действительно неплохая но цена конечно у них 150 200 рублей и вот такие помидорки розовые на самом деле по мне не хуже чем вот эти кривянские 30 рублей стоило это 150 так на любителя в общем кому охота отличительная черта это у них пипирка такая торчит если нравится то можно покупать как хорошие помидоры но на любителя я так сказал вот такие вот персики 55 рублей ну для что отличная цена потому что они 90 самое дешевое что я видел в ленте но всяких сетевых любых сетевых но с ними есть опасность тоже самое как с помидорками если она чуть 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 побитый то все он сгниет просто за один день разлетится то есть любые повреждения очень опасны потому что они мега мягкие но еще бывает что вкус просто где-то пролежали внешне они не сгнили но просто вкус кислый какой-то где-то они при тепле лежали или что-то температура хранение нарушена ну да помятый это я не купил мяты он я его нес рюкзаке и помял они не были там такими мега мятами не очень мягкие рюкзак запихнул и где-то пока сидел помял вот в общем то все так забыл еще про виноград а вот такой виноград зеленый я не знаю сорт они даже не пишут какой-то сорт кисло-сладкий по мне нормальный виноград дефектов я в нем не вижу не мега свежий но он не воняет он не гнилой никакой плесени на нем не вижу есть подсыхает вроде немного вот и стоит вот такой виноград поставить некуда столько накупил еды дешевый отличный виноград и считаю на пятерочку стоит он 40 рублей там 50 40 бывает иногда 35 но в сетевых самый дешевый чая видел виноград 80 100 тот же самый виноград кому нравится зеленый черный нот я зеленый купил может быть можно найти темный такой же цене вот такие вот покупки и описал так что ищите какие-то другие места кроме сетевых сетевые жадные уроды вот все деньги тем более то что они сетевые тена поднимают деньги рабочим никаким они никуда не заплатят не заплатят это все оффшорные шараги тут же они это все выведут какой-нибудь в кипр хер знает куда нет смысла поддерживать эти бандитские шараги вот такие вот прикольные покупки что тоже вот так я забыл сказать цена капуста пятерки пятерочки 150 рублей стоит можно купить вот эту вот от 30 до 50 рублей сейчас можно купить ну крайнем случае 60 рублей отличная считаю вещь цветная капуста ну на этом все всем спасибо до свидания никаких как налогов не платите государству не надо там где искать декасы всякая чушь вот это всем спасибо до свидания подписывайтесь ставьте уведомления если как я что интересное найду я сниму обязательно еще ролик пока ребята